Именно собака стала первым одомашненным животным, а сейчас многие питомцы находятся на страже порядка и спасают человеческие жизни. Во Всемирный день благодарности собаке, который отмечают 26 августа, мы подготовили материал о питомцах, которые не только вызывают умиление, но и выполняют работу непосильную человеку. Елена Громадчикова подробнее. Поисковая собака прежде всего должна подходить по характеру. Спасательные отряды берут самых миролюбивых и дружелюбных по отношению к человеку. И это еще не все требования. Собака проходит общий курс послушания, чтобы слышать и понимать своего хозяина. После чего у собаки всего пару команд. Это «Ищи» и «Ко мне». Больше собака команд не слышит. Но их она должна отработать по максимуму. Кинолог поисково-спасательных отрядов «Северспас» отметила, что ее бордер-терьер в работе еще новичок. Сама же Татьяна уже второй год в добровольческом объединении. Тяжелых поисков не было. Были длительные поиски. Не нашли ни мы, нашли МЧС человека. Но зато мы находили всех гребняков по кругу. Тренирует Дэвид Джонса, так зовут обаятельного терьера, на специальной площадке в Первомайском округе. А вот подходящего наставника для пса пришлось поискать. Полгода проходили курс обучения. Потом нашли тренера. К сожалению, в Мурманске нет подходящих людей, которые смогли вам помочь. Мы нашли человека с другого города. И он занимается с нами через видеосвязь. Мы снимаем материал, отправляем. Она говорит, что так, что не так, что надо исправить. И после этого мы все это на следующих занятиях корректируем. Вместе с Дэви на площадке для кинологов под присмотром хозяйки занимается овчарка-аллигатор, которая специализируется на поиске тел погибших людей. Кинологические расчеты берут название от клички собак. То есть у нас расчет-аллигатор, там расчет Дэйв. Сейчас отдыхает. Срок обучения собаке поисковым работам индивидуален. Зависит от характера и возможностей питомца. В среднем на это уходит год или два. Немало усилий требуется и на то, чтобы поддерживать собак в хорошей физической форме. Мы со съемочной группой Арктик ТВ не удержались и протестировали базовые команды. Дай мне лоб. Ой, как это. Ой, все. В день благодарности собак, которые отмечают 26 августа, хочется поздравить и подопечных кинологического питомника Уфсин. Мы считать умеем. Считать? Да. Это каким образом? Ну-ка, расскажите. Будьте здоровы. Как это? Как это? Как это? Расскажите. Считать будем? Считать. Альма. Будем считать? Считать будем? Сколько? А так? А два плюс два? Молодец. Ай, какая классная. Подготовка служебных собак не менее серьезная и более разноплановая. Например, Альма. Караульная собака, обученная поиску беглецов. Собаке пять лет, зовут ее Альма. Она патрульно-развестная собака. Принимала участие в российских соревнованиях. Ездили на Россию мы. На областных соревнованиях. Ходит в караул. А ей вот уже предоставлялась возможность именно розыска преступников? В нашей колонии пока что еще не было. Это хорошо. Помимо поиска и задержания преступников, Альма может, например, соотнести найденные на месте происшествия вещи с вещами подозреваемого лица. Но так могут только опытные псы. У 11-месячной бренда еще нет таких навыков. Свою вещь сначала надо научить собаку именно нюхать, чтобы она поняла, что от нее требуется. Что именно не просто это какая-то вещь, а именно вещь, которая обладает каким-то запахом. И вот когда собака поймет, что нужно ей именно искать запах, то есть, допустим, так называемый свой среди пустых, тогда уже можно переходить на свой среди чужих, чужой среди чужих. Подготовка служебных собак не менее серьезная и более разноплановая. Например, Альма обучена поиску беглецов. Держи! Держи! Доверительные отношения между кинологом и питомцами напрямую влияют на качество несения службы. Мы со съемочной группой Arctic TV поучаствовали в процедуре поиска наркотических веществ уже другим четвероногим по кличке Ричард. Когда служебная собака находит взрывоопасные вещества или наркотические, реакция может быть разной. Например, Ричард утыкается носом и замирает. Вот так происходит тренировочный процесс четвероногих стражей порядка, которые спасают человеческие жизни. На службе животные состоят до 8 лет. После, как и люди, уходят на пенсию и остаются под опекой сотрудников. Но боевые задачи уже не выполняют.